Здравствуйте! Мы приветствуем вас в музее Дывинской средней школы. В небольшом помещении собраны экспонаты, охватывающие 19, 20 и начало 21 века. Этнографическая экспозиция «Белорусская хатка» содержит много интересных для нас экспонатов, каждый из которых имеет свое символическое значение. Порог считался в народе местом, где живут души предков, которые влияют на людей, на их здоровье, богатство, взаимоотношения с другими людьми. С этим связаны различные обычаи, дошедшие до наших времен. Самые известные из них присаживаются у порога перед поездкой, говоря, «Давай присядем на дорожку». Это символизировало присоединение к миру предков, которые помогали пути. Существуют также приметы, связанные с порогом. Считалось, что если человек, уходя в дом, споткнулся на пороге, значит его ждет беда. А если же человек споткнется на пороге, уходя, значит он совсем скоро вернется. Посмотрите на глилянную посуду, кувшины, горшки. Они востребованы и сегодня. Красиво смотрятся на кухонной полке и на обеденном столе. Глилянные изделия способны украсить любой интерьер. А глилянная посуда и блюда, приготовленные в ней, оставляют неизгладимые впечатления. Наша коллекция железных утюгов. Работали они на углях. Чтобы пользоваться таким утюгом, внутрь надо было положить горящие березовые угли. А чтобы разжечь погасшие угли, нужно было хорошенько подуть. Домашнее багаство хранилось в сундуке. Мужчина в него. Клюдер заглядывать нельзя, а то борода перестанет расти. Девушки хранили в нем свое преданное. А во время свадьбы приезжали друзья жениха и перевозили сундук в новый дом. Жизнь белоруса невозможно представить без рушника. Рушник – вечный спутник человека. Они не только украшали интерьер, но и использовались в различных обрядах. Молодоженок после венчания в церкви встречали хлебом с солью на рушнике. Отправляясь в дальнюю дорогу, брали с собой кусочек хлеба, завернутый в рушник. Всю жизнь с рушников. Это учебники, по которым учились наши предки. Написаны они в церковно-славянском языке. Геометрия 1910 года. Представьте себе, не больше ста лет, а теорема Пифагора есть и здесь. Эй, кто не осваивает программу на русском и белорусском языке? Попробуйте сделать это на церковно-славянском. Здесь мы можем увидеть фотографии, связанные с религиозной жизнью дыринцев. На этих фотографиях представлен современный и исторический вид православных храмов, Святой Параскелы Пятницы и Успения Святой Богородицы, а также Протестантский дом Малитвы. Обратите внимание на историю военных лет. Здесь вы можете увидеть предметы, использовавшиеся в годы Великой Отечественной войны, найти информацию о партизанском движении. Также есть выставка о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Основная идея выставки через музейные экспонаты – показать геноцидальную политику немецко-фашистских захватчиков по отношению к белорусскому народу. Сторон также отметит, что учащихся волнуют тема геноцида белорусского народа. Своим творчеством они еще раз напоминают нам, как важно сохранить память о тех страшных событиях. Пожалуйста, с нами в эпоху Советского Союза. Это вещи, которыми пользовались ваши бабушки, дедушки. Но я уверена, что и вам они хорошо знакомы. Сейчас с помощью мобильного телефона мы можем звонить, фотографировать, поздравлять с праздниками. А во времена Советского Союза для каждого действия была своя особенная вещь. В годы СССР школьные портфели не были предметом гордости или зависти. Чаще всего зеленые или синие, коричневые или красные, с небольшим рисунком или надписью и железной застежкой. Они были удивительно прочные и выдерживали любые издевательства своего владельца. Этот уголок носит название «Мои земляки», «Мой гонор». Здесь можно найти информацию о людях, чьи имена вошли в историю, длина. Знаменитых земляков у нас много. Священник Кордун Сергей Алексеевич, поэтесса Момлик Надежда Ивановна, заместитель государственного секретаря Союзного государства Богдин Алена Леонидовна, мастер целомоплетения Кривоварова Юлия Викторовна. Все они и многие другие прославили Дыен своим творчеством и трудолюбием. Отдельная экспозиция посвящена воину-интернационалисту Шпетику Владимиру Васильевичу. Он родился 26 августа 1958 года в деревне Леликова Ковринского района Брестской области. В мае 1980 года был призван в Афганистан. Там он совершил 115 боевых вылетов, осуществляя огневую поддержку с воздуха. Однако, 18 октября 1980 года, во время нападения на опорный пункт Дорога, их самолет был подбит. Весь экипаж погиб. Владимир Васильевич был награжден орденом Красной Левезды Смертью. Этот раздел исторической экспозиции называет. Все, что прошло, минуло. Время летит очень быстро, и мы начали собирать вещи, которыми совсем недавно пользовались. С начала 21 века они были еще востребованы, а сейчас стали уже музейными экспонатами. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Пополнение музейной коллекции – дело интересное и полезное.